Привет! Как дела? Сегодня я расскажу об одном из самых моих любимых английских городов, о римском городе Бат. Удивительно, но факт. В мой самый первый приезд в Великобританию в 2005 году этот английский город открыл для меня дверь в Англию. Ну а о моей первой поездке в Великобританию я расскажу чуть-чуть попозже, ближе к лету, в июне или в июле. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. А так, в этом городе я была 3 или 4 раза и до сих пор восхищаюсь его атмосферой, каким-то таким неуловимым духом Англии-Италии. Потому что этот город, его дома и структура построены в лучших традициях итальянского классицизма. Итак, город Бат – это главный город в графстве Сомерсет, который стоит на реке Эйвен и находится в 97 милях, то есть 156 километров к западу от Лондона. Если читать по-английски, то город называется Баф, то есть ванная, баня. Это не случайно, так как с античности он знаменит своими горячими лечебными источниками. Лечебные источники, которым город обязан своим существованием, известны уже в 44 году нашей эры, еще до появления в этих местах римских легионов. Всего в Бате 4 источника со средней температурой в 46 градусов. Они помогают в лечении подагры, ревматизма, паралича. Воду пьют и используют для ванн и душа. Ежегодно более миллиона туристов посещают комплекс римских терм. Численность населения этого города составляет около 90 тысяч человек на 2018 год. В 1775 году, когда в Бате открыли следы римских терм, впоследствии музеифицированные, то есть сейчас в термы невозможно попасть, они доступны только в качестве музейного экспоната. Он уже был фешенебельным курортом. Кстати, про римские бани. Я в музее в самом не была, но вот этот вот вид, главного, наверное, горячего источника, иногда можно увидеть из магазина этого музея. Там открываются окна и можно посмотреть вниз, увидеть, как выглядят эти римские бани. Ну, если вам сложно платить, по-моему, 20 фунтов стоит вход в этот музей. Смотреть там, в принципе, нечего, вот по рассказам других людей, что я слышала. Но я знаю, что один из моих друзей ездил туда, и существуют некие бассейны или тоже бани, созданные уже в современных реалиях, на основе вот этих вот горячих источников, и даже на открытом воздухе, и стоило это, по-моему, около 30 фунтов за час. Вот это было бы достаточно интересно, побывать в городе Батт и купаться под открытым небом в бане, в бассейне, в таком вот английско-римском месте. Под наблюдением Ральфа Аллана и двух Джонов Вудов, отца и сына Батт, был обращен в витрину входившего тогда в моду палладеанства. А крупнейший мастер этого направления, Роберт Адам, спроектировал элегантный мост Палтни через Эйвон. Каждое лето на протяжении второй половины XVIII и большей части XIX века Батт служил неофициальной столицей британской общественной жизни, поскольку именно сюда перемещались аристократия и знаменитости. Повседневная жизнь обитателей Бата живо описана в романах «Смолота» и пьесах Шеридана. В Бате происходит действие двух романов Джейн Остин – «Нортенгерское аббатство» и «Доводы рассудка». В этом городе, кстати, открыт музей Джейн Остин, в котором я побывала в один из своих приездов в марте 2014 года. Музей небольшой, стоит достаточно дорого, по-моему, 7 фунтов я тогда заплатила, но очень интересно. Так как я люблю ее романы, я решила все-таки заплатить, у меня там студенческая скидка была, фунтов 5 я заплатила и сходила туда, посмотрела некоторые экспонаты. А также моим любимым развлечением во многих английских музеях считаются различные наряды, которые представляет тот или иной музей. И именно в этом музее мне предложили одеться в героиню романа Джейн Остин и пофотографироваться. Даже я выбрала фон, там какая-то картина висела, столик стоял, спросила, можно ли сесть на стульчик. И вот с яблочками моя подружка сделала несколько снимков в образе героини одного из романов Джейн Остин. Также в один из летних месяцев, я точно не помню когда, в городе проходит праздник, посвященный Джейн Остин, когда многие дамы и господа наряжаются вот в такие вот наряды эпоху героев ее романов и идут парадом по городу. Достаточно интересное действие, я видела фотографии, к сожалению, не удалось попасть на такой праздник, но когда-нибудь, надеюсь, съезжу туда и посмотрю и сниму это представление. Я ездила в БАД на машине с братом в первый свой приезд, потом мы ездили в графство Дорсет и Саммерсет, о которых я уже рассказывала, ищите ролики на моем канале, и тоже проездом были, посетили этот город БАД вместе с мамой и братом. Однажды я побывала там уже, когда заканчивала свой колледж курсов английского языка в 2014 году мы с моей одноклассницей, однокурсницей по изучению английского языка поехали вместе гулять по этому городу, посмотреть, как он выглядит по весне, уже когда все цветет, травка зеленая, очень красиво, нам повезло с погодой, была солнечная погода. И мы также вот прошлись, погуляли по нему, посмотрели церковь БАДского аббатства. Это самая главная достопримечательность города БАД, ну, после римских терм, римских бань. Она построена в 13-14 веках в готическом стиле с башней высотой 52 метра. Принадлежит к самым масштабным проектам средневековой Англии. Помню, когда мы с братом впервые путешествовали в город БАД, мы зашли как раз-таки вот в этот кафедральный собор, и там заиграла органная музыка. Это меня очень сильно поразило, я никогда не слышала вживую орган в церкви. Из других общественных зданий замечательные памятники георгианской архитектуры, ратуша, гилд-холл, построена в 1870 году, с просторными залами, музеем римских древностей. При ней обширное здание рынка, здание клуба, два театра, два грандиозных манежа, королевский полумесяц и БАДский цирк. Это тоже, ну, как бы, одна из великих достопримечательностей города БАД. Вообще, когда ходишь по этому городу, ты ощущаешь себя на итальянских улочках, на улочках Рима. Это абсолютно не похожий на другие английские места город. Из достопримечательностей города выделяются Кингстон-сквер и Квинс-сквер. Площадь королевы. Излюбленными местами для прогулок служат Виктория Парк и Сидней Гаден. В одном из таких парков мы побывали, буквально немножечко прошлись через мостик, через речку. Но так как была весна, еще ничего не распустилось, очень мало было насажено уже цветов, которые распустились. Ну, мы так немножко пробежались и пошли в музей, который находится рядышком. В музее тоже он небольшой, но мне очень понравилась атмосфера. Такие высокие потолки, длинные такие витражные окна. Вот именно римская архитектура, вот этот вот итальянский классицизм чувствовался изнутри. Ну, мы посмотрели некие экспонаты, связанные с городом Батт, и уже направились обратно в центр, чтобы сесть в автобус и поехать домой. Кстати, от Лондона до Батта мы ехали около трех часов на автобусе, насколько я помню, ну очень долго. И под конец уже, перед тем, как сесть в автобус, мы решили полакомиться мороженым из города Батт. Вот какое мороженое я купила, по-моему, фунтов за пять. Ну, вот так вот осталась на память фотография. В общем, атмосфера в этом городе шикарная. Несмотря на то, что я там была в основном в марте, первый раз только летом в июне, в конце июня ездила. Один раз, когда мы ездили с братом и с мамой в Саммерсет, была такая дождливая, пасмурная погода. Ну, тоже все равно погуляли и хорошо провели время. А в остальные разы всегда была солнечная погода и очень приятно вот так вот с такой поездки возвращаться обратно в Лондон, заряженный какой-то красотой, гармонией и чем-то таким вот необычным. Необычное какое-то атмосферное настроение создается после посещения этого города. Обязательно всем рекомендую, кто будет в Англии, съездить в город Батт. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok